Я даже не знаю, смогу ли я передать вам, насколько я счастлив, что я здесь. Я действительно очень скучал по многим из вас. Вы знаете, я так благодарен Богу, что Он дает мне так множество возможностей быть здесь с вами. Это не так давно было, когда я посещал здесь, может быть, пару месяцев назад. И вот снова появилась возможность посетить вас, приехать сюда. Вы думаете, я смогу наблюдать за временем? Я перевернул, чтобы не смотреть на время. Так приятно быть здесь. Вам нравится моя футболка? Его воля, Божья воля. Местописание, наверное, на футболке. У меня парочка тут есть. Я не знаю, как насчет вас, что вы чувствуете. Я в восторге. Я очень восторжен. Когда англичанин приходит в восторг, это очень опасно. У нас, знаете, такой характер, который восторгается. Не очень такой восторгающийся, да, я понял. Они более-таки серьезные, сосредоточенные. Но сегодня я не думаю, что я буду такой. О чем мы сегодня будем говорить? Про волю Божью. В чем Его воля? Что такое Его воля? Это очень важно нам понять, что у Бога есть план. Иногда в жизни случаются такие ситуации, мы думаем, ну почему все это происходит в моей жизни? Я пытаюсь следовать за Богом. Я вроде делаю все, что Он хочет, чтобы я делал. И опять, и кажется, все идет не так, все идет неправильно. Будьте уверены. Неважно, в каких ты сейчас обстоятельствах, Бог по-прежнему на троне. Интересный такой период времени сейчас для меня. Я стараюсь как бы прийти к такому пониманию, что даже Бог... Вы знаете, я даже сейчас стал больше в своей жизни понимать, что Бог держит над всем контроль. Вы знаете, вокруг происходят какие-то события довольно очень быстро, с большой скоростью. Но я также понимаю, что у Бога есть что-то особенное, специфическое для нас вот в это время. Бог хочет двигаться в такой мощи и силе. Я хочу, чтобы вы поняли очень ясно. Божье Слово, оно истинно. И оно имеет авторитет в нашей жизни. То есть власть и авторитет над нашей жизнью. Если мы слушаем Его Слово, если мы понимаем посредством Его Духа Святого, это может поменять все в нашей жизни. И мы входим сейчас, мы все, в такой период великих перемен. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Во всем благодарите Бога. Во всем благодарите. Боже, ты имеешь в виду на самом деле благодарить? Иногда я сам себе задаю вопрос. В некоторых обстоятельствах, которые возникают, ты даже не знаешь, нужно ли благодарить за это. И вы знаете, я стал учиться. Если я послушаюсь Его Слову, если там написано, за все благодарите, во всем благодарите. И это и есть воля Божья. Вы знаете, во многих местах в Писании написано, это воля Божья. Нам нужно понять это. Вот это Его Слово. Если мы говорим, я хочу следовать Его воле, но не своей воле, конечно, тогда нам нужно научиться делать вот это, то есть благодарить. Да, у меня на спине написано, что Его воля, это моя воля. То есть мы... Это не просто это решение, которое мы принимаем, решаем благодарить Его. Это не просто чувство. Это решение. Я решаю. Я говорю, Боже, я буду делать все, что Ты меня просишь. Моя жена иногда мне говорит, почему ты это говоришь Богу такое? Да, вы знаете, выглядит со стороны как будто немножко, ну, не совсем адекватно, когда ты благодаришь в каких-то обстоятельствах, за которые не хочется благодарить. И она тоже учится, что мы делаем то, что есть воля Божья. И тогда происходят потрясающие определенные переменные события. Каково Ваше ожидание от этого времени вот сейчас? Что вы ожидаете? Вы же приехали сюда с какими-то ожиданиями. Ну, поднимите руку, пожалуйста, кто приехал с ожиданиями чего-то. Нет? Ну, может быть, кто-нибудь приехал с ожиданиями? И если вы не ожидаете от Бога в это время ничего, то не сможем сделать ничего. Надо приехать, нам нужно иметь такое ожидание. Я сегодня утром упоминал. Я ожидаю, что Бог будет делать прекрасные, величественные вещи. Я ожидаю, что Бог будет здесь двигаться с Своей силой, сильно. Я ожидаю увидеть, что люди исцеляются. Я ожидаю увидеть, как люди освобождаются. Я ожидаю, что голос Божий услышать. Бог хочет сегодня говорить к нам. Он хочет нам показывать что-то из Своего Слова и посредством Своего Духа Святого здесь. В чем Его воля? Многие, много раз спрашивают сами себя, в чем же Его воля? Вы знаете, я знаю, что у меня есть. Все, что у меня есть, я нахожу это в Слове Божьем. Вот так все и начинается. Мы начнем, и вот так мы и начнем. Начнем с Его Слова. Вы знаете, в чем Божье автоматически, в чем Его воля для нас? Он хочет видеть свое царство. Он хочет видеть свое царство растущим, чтобы мы росли. Он хочет, чтобы мы имели рост. Рост имеет свою... Когда Бог сотворил небо и землю, да, ну пусть все растет. Он дал всему рост. Оно же не оставалось нам. Оно все росло. Креативность. Бог, Он Бог креативности. Если что-то есть неправильное в твоей жизни, вы знаете, Бог может преобразовать, изменить и сделать чудо для нас. Это неправильное преобразовать может. Его царство. Его воля. Его воля, знаете, как... Он хочет служить своему царству. В Даниэл, 2 глава, стих 44, 44. Даниэл, 2 глава, 44 стих. Спасибо большое. Спасибо. И в одни тех царств, Бог Небесный, возникнет царство, которое вовеки не разрушится. И это царство не будет передано другому народу. Сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Вы знаете, царство Божие, оно царство, вечное царство. И Его воля, это чтобы мы пришли в это царство, вечное царство. Нам нужно иметь именно ментальность нашего царя, царская ментальность. Это абсолютно различается от ментальности этого мира, от мышления этого мира. Писание говорит о том, что наш ум, наше сознание должно быть обновлено. Если мы хотим быть посвящены воле Божию, наш разум должен быть обновлен, наше мышление. Мы должны начать мыслить по-другому, мы должны отличаться. Этот мир, он пытается нас сломать, разрушить, сломить. Если вы посмотрите, что происходит по всему миру, они просто пытаются как бы отвергнуть власть Божию, силу Божию. Пренебрегать, точнее. Но воля Божия и сила Божия будет высвобождена, проявится. Так в чем же Его воля для нас? Он хочет, чтобы мы делали майнсет, извините. Его, да, чтобы мы придерживались Его мышлений и Его планов, Его Царства. Мы должны начать мыслить по-царски, как в Царстве Божьем. не по-мирски, не мирскими стандартами. Что может произойти в Царстве Божьем? Как вы думаете, что может произойти с Царством Божьим? В Царстве, да, в самом, да. Мир. Что еще может? Радость. Рест. Покой. Все, что угодно. Все. Его сила. Его преобразование. Это и есть Да, это и есть Его Царство. Это не то, что этот мир Это не то, что врачи константируют. Это не то, что этот мир говорит. Вы знаете, некоторые из вас, наверное, знают, что может быть, примерно лет пять назад у него было как brain hemorrhage это инсульт как типа кровоизлияние в мозг. Врачи сказали моей жене, мы даже не знаем, будет ли он следующее утро живой. Но у Бога был свой план для меня. Да. Да. Если даже он выживет, то, я так понимаю, будет овощем пророчество Лима. Может быть, он оглохнет, может быть, он ослепнет. Может, парализованно будет какое-то время. Я выгляжу мертвым? Я выгляжу слепым? Я выгляжу парализованным? Но. Бог, он все контролирует. Он контролирует все то, что он хочет, чтобы в его царстве происходило. Его силы. Я просто очень хочу, чтобы вы увидели его силу, его власть и его волю. я прошу вас, чтобы вы ожидали эти вещи. Божья такая вот стопроцентная автоматическая воля, это чтобы его царство было внутри нас. первая Коринфянам, десятая глава, стих 41. И что бы вы ни делали, ели, пили, или что бы вы ни делали, делайте все для славы Божьей. Это его воля? Да, это его воля. Что бы вы ни делали, едите, пьете в эти времена, в этом мире, мы должны все это делать так, чтобы это приносило Богу славу, чтобы приносило ему честь и хвалу. Это его воля для нас. Я не услышал. А, это не про нас. Это про него. Это о том, что он может делать. его воля и в твоей жизни. Это не просто речь идет о спасении нашем. Это о том, чтобы он очищал нас и освящал нас. Он хочет, чтобы мы были в его силе. но, чтобы мы были в его силе, он хочет, чтобы мы были чисты и освящены. И это времена приходят, когда Бог начнет проявлять какие-то, делать какие-то определенные вещи. он хочет, чтобы мы приходили в его свет, в его присутствие. Его желание. Это величайшее желание. Это о том, что вот сегодня в Одессе Пол говорил очень близкие, интимные, такие тесные отношения с Богом. Это и есть его воля для нас, первая воля. И мы там, в Ефесянах написано о том, что и мы им сотворили, мы его творение, Иешуа Мессия. И то, что он приготовил для нас, это такие определенные вещи, которые он для нас хочет делать. и чтобы мы в этой воле Божьей двигались, чтобы мы жили в этой воле Божьей. Когда Писание говорит о хождении в воле Божьей, это говорит о том, чем мы занимаемся, что мы делаем в своей жизни. через что бы ты ни проходил, что ты делаешь, что ты оставляешь позади, какие дела. Или мы оставляем такой след с жизнью, как полностью такой хаос. Или мы оставляем такой в жизни события, полные славы Божьей, Его силы. И вы знаете, хождение с Богом это проявление Его силы в нашей жизни. Это Его характер. Мы так часто говорим о... Да, какой как есть. Извините, я не до конца услышал. Вы знаете, мы часто используем, мы часто как бы excuse, это как находим оправдания разные, почему там что-то не так. Да. Но anything about it. Да. мы часто используем такие... Да, мы часто оправдываемся, я не могу это сделать, я не в состоянии, я не знаю, как это сделать. Мы как верующие, мы не можем так говорить, я не знаю, то есть, искать оправдания. Потому что будьте уверены, Он хочет поменять нас, Он хочет менять нас. Он хочет нас поменять так, чтобы мы приходили в Его свет. Чтобы мы менялись и становились, как сообразовались с характером Христовым. Чтобы у нас был характер нашего Царя. Характер нашего Царя. Нужно зарядное устройство, можно попросить? Сейчас может есть его ноутбук. Your battery is okay. Вроде как нормально у него с аккумулятором. Ты think you need to recharge? Sorry. Yeah, but it keeps going. Ah, it keeps going. Yeah, thank you. It doesn't, it's not that it's running Немножко экран затемняется, и ему нужно сделать экран светлее, подзарядить. Теперь я могу сосредоточиться, не переживая за экран. Характер Царства Божьего или Царя для меня, для каждого из нас, для большинства из нас. Это, знаете что, это поменяться, измениться, стать другим, радикально, совершенно другим. Вы знаете, мы не можем использовать это как своего рода оправдание, что вот у нас что-то не получается, следовать за волей Божьей. Нам нужно прекратить думать так, что Божья воля для нас что вот есть Царство Божие, а есть вот мы, и Его воля для нас это что-то другое, то есть оно отдельно от Царства Божьего. Мы так не можем думать. Мы не отделены от Царства Божьего. Один и тот же план для Царства Божьего и для нас. Римлянам 12 глава, стих 1 и 2. Я умоляю вас, братья, спасибо. Итак, умоляю вас, братья, братья и сердца, милосердием Божьим, представьте тела ваши в живую жертву, святую, благоугодную Богу. Это воля Божья, отдать наши тела на жертву живую, то есть чтобы мы освящались. Я немножко глуховат, а ну скажите, да или нет. Окей. Наконец-то вы меня услышали, а я вас. Живая жертва. То есть осветиться, быть святыми, чистыми. Он сотворил нас, чтобы мы были святыми. Это Его воля. Это Его сильнейшее желание для нас. Вы понимаете это? Божье желание. У Бога есть желание. По-английски это очень сильно. Я не знаю, как по-украински будет слово what in English strong, да? Ну, слово strong используется. Сильное желание. Когда вы сильно жаждете, хотите чего-то. Вы же делаете все, чтобы добиться этого. Например, если ты в пустыне, то ты очень хочешь пить. И очень много дней, если вы жаждете, когда вы видите воду, вас трясет, и вы кричите, вода! И вы бежите к этой воде. И вы берете эту воду и пьете ее. Это такое страстное желание. Желание. Вот так же Бог желает, сильно вот так жаждет, желает изменить нас, сделать нас святыми, чистыми. и чтобы привести нас в свое царство. А вы желаете? У вас есть такая жажда и желание? А у вас есть такое, вот такого уровня желания быть в его царстве? Или вы хотите остаться на том же уровне или стоять там же, где вы и сейчас есть? Где-то на задворках этого мира. Вы хотите остаться там? Как-то вы неубедительно сказали. Вы точно хотите остаться где-то там? Или вперед? А может быть, вы хотите прийти в Царство Божие? У вас есть желание прийти в Его славу, чтобы Его сила двигалась в вашей жизни? Вы хотите видеть Его исцеление? А вы жаждете этого? Вы желаете этого? Аминь. Божья сила будет двигаться в эти дни, в этом месте. А вы верите в это? А вы верите в это? Божья сила начнет двигаться здесь, на этом месте. вот это и есть Слово Божие и для вас. Это не мое Слово. Это Его Слово. Вот что, вот почему какие-то вещи будут происходить здесь. Его сила. Его сила здесь будет проявлена. Вы знаете, Бог такой решил для меня, принял такое решение для меня. Он сказал, проговорил ко мне. Ты можешь приготовить любую проповедь, которую ты хочешь, но не удивляйся, если я вдруг приму решение поменять тему, о чем ты будешь говорить. Да, да. Не удивляйся, если Он поменяет твою жизнь сегодня. не удивляйся, если ты уедешь отсюда, абсолютно измененной, совершенно другой личностью. Божий огонь приходит сейчас в вашу жизнь. Вы знаете, что Иоанн, что Иоанн, да, да, что Иоанн Креститель сказал, Джон Де Баптисто. Когда Он приходит, Он будет крестить вас, то есть, когда Иисус приходит, духом и огнем, этот огонь должен гореть внутри вас. В одной из церквей, где я служу, где я служил дома, постамейт, плакат такой у них висит. Такая линия, такая из огня. Fire lion? А, fire lion. Такой лев и весь огненный лев. Да. Огненный лев, горящий лев. Огненный лев. И он висит на стене вот это, в церкви. Это огненный лев этот. А вы знаете, что львы делают? Огненный 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 они не молчат, они рычат. Я не хочу быть тихим, молчаливым. Я же говорил вам, что если я прихожу в восторг, я буду опасен. Здесь лев. Львы не позволят врагу иметь победу. И просто не слышно отсюда. Он не позволит врагу пройти и иметь, он не позволит врагу иметь победу. Извините, просто не слышно. Сила Божья. Это Его воля. Это Его желание. Есть у Бога воля. Но Он царь, Он правит. Есть такое английское слово sovereign, то есть управляет, правит, суверенный. 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 У Него есть воля, суверенная воля. Его воля начинает происходить или независимо ни от чего. Она свободна, она проявляется. есть определенные вещи, которые происходят. То, что Бог запланировал, чтобы происходило, оно будет происходить, и этого мы не можем изменить. Они, Его воля, и Его события, которые должны произойти, они не отступят, они не отступят, они будут происходить. Этот мир, да, в конце концов, этот мир, он завершит свое существование. Тут написано в Святом Писании, и это правда, и это произойдет. Этот мир прекратит свое существование. Но мы не можем оставаться в этом вот разрушении этого мира, или мы keep it back. Да. Мы не можем замедлить разрушение. но все равно это произойдет. У нас есть ответственность. Вот что я пытаюсь вам сказать. Когда-нибудь, наверное, я умру, но я молюсь. я спрашиваю Бога, а можно я доживу до 120 лет? Он не сказал нет. И поэтому я тоже не знаю. Но, в общем-то, в конце концов, все равно я уйду. Вы знаете, есть много вещей, за которые мы можем молиться. и Бог будет работать внутри нас, в нашей жизни. Исайя, 47-я глава, 46-я глава, 10-й стих. Моя цель это провозглашать Божью, говорить Божью истину. Я возвещаю то, что мне нравится. То есть, Бог будет провозглашать и делать то, что ему угодно, то, что ему нравится, и он будет это делать. Все телефоны у меня будут сейчас. Я делаю, помолите за него, он делает, что может. Я учусь. Я возвещаю от начала, что будет в конце, я древних времен то, что еще сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Так говорит Бог. Есть определенные вещи, то, что Бог запланировал. Но я верю от всего своего сердца мы увидим Его совершенную волю в вашей жизни. Есть определенные вещи, которые ты очень хочешь в своей жизни. И я верю, что Бог будет говорить к тебе прямо сейчас. Вот в это время Бог будет проговаривать к тебе. Сейчас мы находимся на очень особенном месте. Мы здесь в таком месте, где мы ищем Его волю. Вы знаете, мы с Полом вдвоем пытаемся там помочь. помочь желание моего сердца. Я верю, что желание сердца Пола и пастора Валентина, его супруги, чтобы Бог чудесным образом, чудом делал изменения, производил изменения в вашей жизни. Он смотрит за нам, Он ищет нас, чтобы принять нас, чтобы мы принимали Его Слово. А Слово это истина. Чтобы мы взяли это Слово. Вы знаете, в Писании написано «Я Твой Целитель». Это правда или нет? А вы верите в это? Тогда говорите «Боже, Ты в Своем Слове сказал вот так, что Ты мой Целитель, Ты моя сила, Ты моя сила, Ты моя мощь. Знаете, есть очень много всего, что Бог хочет для нас. Это Его воля. Чтобы мы повернулись к Нему, мы можем встать на ноги Свои. Я еще не закончил. я еще даже свою первую часть не сказал, не проповедовал. Но вы помните, Бог сказал мне, Ты можешь готовить любую проповедь, но я поменяю может тему. Если Его воля, там видите, сзади написано, Его воля это моя воля. Я вообще хочу то, что Он хочет. Вот это все. Я не хочу ничего личного для Себя. Я хочу, чтобы вы сказали Господь Иисус. Я хочу, чтобы вы сказали Господу то, что там написано у Него на футболке. Вот читаете. Если это Лорд воля, то я буду. То есть Его воля это моя воля. То есть Он хочет только то, что Бог хочет. Если Боже это то, что твоя воля, то, что ты хочешь, я тоже этого хочу. Все, что ты хочешь в это время для меня, я хочу это тоже. Вот то, что я хочу. Вы можете это сказать Господу? Проговорите Ему прямо сейчас. Начните говорить Ему. Твое Слово имеет силу. Его Слово имеет силу и силу в твоей жизни. Если вы не скажете, Он не может этого сделать, проговорите это. Он хочет, чтобы мы прониклись и себя видели в Слове, чтобы Слово стало частью нашей жизни. Просто скажите Ему это. Мы должны сказать Ему это. Вы знаете, что это? Surrender. То есть я сдаюсь. Мы я сдаюсь. Я здесь, Господь. Я сдаюсь, Господь. Я сдаюсь. Я покоряюсь Твоей воле. Покоряюсь Твоей воле. Это то, что нам нужно сделать. Отец, мы здесь перед Твоим троном. нам. Мы знаем, что Ты здесь. Ты говоришь нам. Где двое, мы знаем, что Ты здесь, где двое, трое соберутся во имя Твое. Ты здесь, Господь. Ты на этом месте. Мы сдаемся Тебе, Господь. Мы покоряемся Тебе. Мы покоряемся, мы сдаемся Твоему Слову. Возьми нас, Господь. Измени нас, меняй нас, Господь. Двигайся внутри нас, Господь. Двигайся в нас. Во имя Yeshua. Аминь.